Друзья, здравствуйте! Hello, hello, hello! Я вас приветствую. Позвольте представиться. Моё имя Мария, фамилия Шабанова. Я врач-терапевт, кардиолог и начинающий клинический психолог. Я живу и работаю в городе Томске. И сегодня для вас я хочу приоткрыть страничку психологии, типов, личностей, пациентов, людей, реагирующих на болезнь. Другими словами, когда человек заболевает, он испытывает большой спектр чувств и эмоций, которые вызываются этим заболеванием. Затем происходит когнитивный момент, он осознает, что он болен и выбирает типы реагирования на своё заболевание. Кто-то может уйти в болезнь, кто-то может активно начать с ней бороться, кто-то может игнорировать своё заболевание, кто-то может уйти в пессимистические настроения по поводу своего заболевания и так далее. Выделяют около 13 типов реагирования на своё заболевание. Я озвучу для вас несколько самых главных и самых понятных. Эта информация будет интересна для психологов, а также эта информация будет интересна для практикующих врачей, которые каждый день сталкиваются с пациентами, которые по-разному реагируют на то, что с ними происходит. И понимание того, что сейчас происходит с вашим пациентом, оно очень сильно облегчает ваш труд. Другими словами, если пациент ведёт себя, как вам кажется, как-то не очень адекватно, то это вполне может укладываться в картину его личностного реагирования на его же заболевание. Также имеет значение для человека, какой конкретно орган у него заболел. Ведь скажите, что... Вы поймёте, что есть разница. Например, человек, который занимается, например, это дальнобойщик-водитель, для него потеря зрения – это равносильно полному краху в профессиональном плане. Если это врач-узист, то также зрение и руки, когда он держит датчик, то есть это имеет для него значение. И поэтому, если он потеряет зрение, то всё это крах, фрустрация всех его надежд и планов. Если это человек, который, например, работает мерчендайзером, он раскладывает там пачечки жвачек-орбит на полочках, вот он ходит по этим магазинам, по точкам, то есть для него потеря ноги, потеря ног – это тяжелейшая психологическая травма. То есть для мужчин и для женщин также имеется разная степень тяжести, то есть, например, для мужчины страшно стать слабым, для женщины страшно стать некрасивой и так далее. Вот, значит, сегодня я хочу вам рассказать о таком типе психологического реагирования на своё заболевание, как гармоничный тип. Он же ещё называется реалистичный, и он ещё называется… Сейчас я вам точно скажу. Гармоничный, реалистичный, взвешенный. То есть такой человек, он трезво оценивает всё, что с ним происходит. Он не склонен к агровации симптомов, то есть к утяжелению своей симптоматики. Он не склонен к отрицанию своих симптомов, да, то есть он не преувеличивает тяжесть своего заболевания. Он без основания не допускает каких-то мрачных мыслей по поводу своего заболевания. Но одновременно с этим он и не недооценивает симптомы своего заболевания. Также он помогает и всячески содействует врачу в своём лечении. Он не желает обременять тяготами ухода за собой своих близких. Он хочет остаться на плаву, он хочет продолжать какую-то свою деятельность, да. Также он трезво оценивает свой прогноз, то есть это либо инвалидизация, и если он понимает, что прогноз неблагоприятный, он станет инвалидом, он переключается на те сферы жизнедеятельности, которые теперь для него доступны. Если же прогноз его заболевания благоприятный, то он не уходит в свою болезнь, а переключается на заботы о своих близких и родных. В моей практике было два очень ярких случая, про которых я вам сейчас расскажу. Первый случай – это пациентка, которая лишилась зрения. Она была профессором в одном известном университете другого города. Она здесь была проездом, я её консультировала. Она потеряла зрение, но тем не менее женщина продолжила свою деятельность. Она продолжила читать лекции студентам. У неё студенты защищаются. Она полностью активна и дома, то есть она может приготовить еду, она может прибраться, она даже может ухаживать за своим тоже больным супругом. Конечно, она нашла способы адаптации, то есть ей помогает также добираться до работы, да, соцработник или человек, который тоже с потерянным зрением, но не такой степени, то есть он видит, может помочь ей добраться до работы или до каких-то других мест. То есть женщина не прекратила свою деятельность, она её продолжила, и она сконцентрировалась на тех функциях, которые она может выполнять. И она их выполняет. И даже если она что-то не может, то она ищет пути преодоления этих проблем, да, и находит их, соответственно. Значит, и второй случай, это был дедулечка, он был после инсульта, у него, соответственно, была недвижимая нога и плохо работала рука. Тем не менее, он так организовал своё пространство жизненное, что не потерял ничего, то есть он по квартире ездил на кресле, на крутящемся вот этом стуле, задействовал всех, то есть ему помогали соседи, какие-то школьники, студенты, ему помогали родственники, у него было несколько кошек, он умудрялся, значит, и еду им приготовить, и накормить их. И какая-то деятельность всё время у него кипела. Соседи могли там беспрепятственно к нему заходить, там он кому-то там через окошко что-то там рукой махал, люди к нему приходили. То есть человек не замкнулся в себе, в своей проблеме, а наоборот смог как бы раздвинуть границы и социализироваться. При этом он живёт насыщенной полноценной жизнью. Казалось бы, это два глубоких инвалида. Как они гармонично, реалистично смогли вписаться в этот мир со своим заболеванием. Друзья, я прошу вас, если вам понравилось моё видео, пересылайте его своим близким и родным. Возможно, оно кому-то очень сильно поможет преодолеть свой страх ограничения, которое принесло ему заболевание. Может быть, послушав примеры других людей, он найдёт силы в себе мотивироваться и что-то делать дальше в жизни, а не уходить в депрессию. Друзья, это только начало. Следующее видео я буду записывать и выкладывать. Я буду рассказывать о других типах реагирования на своё заболевание, о дисгармоничных типах, о дезадаптационных типах. Вам будет это очень интересно, поверьте. Всего доброго. На сегодня всё. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok